Добрый день, уважаемые читатели Аргументов и Фактов, а также гости Федерального пресс-центра АИФ. Меня зовут Тамара Медушевская и я рада вас приветствовать на мероприятии, которые мы проводим совместно с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Накануне президентских выборов мы решили организовать серию брифингов, во время которых у вас есть уникальная возможность задать вопросы напрямую членам ЦИК России и получить ответы в режиме онлайн. Сегодня нашим гостем, ставшим по праву почетным, является секретарь ЦИК России Сергей Николаевич Евгеньевич Конкин. Здравствуйте, я рада снова приветствовать вас в наших стенах. Итак, расскажите о готовности к президентским выборам ЦИК России. Какие этапы были завершены на этой неделе и какие предстоят в ближайшее время? Ну, фактически, если считать сегодняшний день, то осталось 4 дня до дня голосования на выборах президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. Основные этапы, которые были завершены на этой неделе, это прежде всего со вчерашнего дня действует запрет на опубликование в средствах массовой информации, так называемых рейтингов и опросов о возможной победе кандидатов, о возможном участии избирателей в избирательной кампании. То есть со вчерашнего дня этот запрет действует на всей территории Российской Федерации и для всех его участников. Точно так же со вчерашнего дня невозможно кандидатам подать заявление о снятии своей кандидатуры с выборов президента Российской Федерации, а политическим партиям, которые выдвинули соответствующих кандидатов, а таких у нас 4, не вправе отозвать этих кандидатов с указанных выборов. То есть 4 марта 2012 года избиратели, пришедшие на избирательные участки, в избирательном бюллетене, который они получат по выборам президента, будут выбирать среди пяти кандидатов. Что бы хотелось сказать о количестве избирателей. 4 марта мы ждем на выборах почти 108 миллионов 137 тысяч 957 избирателей, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации на 1 января 2012 года. Кроме того, в дипломатических представительствах Российской Федерации за рубежом мы ждем 1 миллион 809 тысяч 366 избирателей, которые могут прийти на избирательные участки, созданные за пределами Российской Федерации, а их почти 380, и проголосовать на них за одного из кандидатов на должность президента Российской Федерации. С точки зрения общей готовности избирательной системы мы готовы к проведению голосования 4 марта. Конечно, еще происходят какие-то организационные мероприятия. Прежде всего, это избирательные бюллетени доставляются на избирательные участки. То есть не позднее 2 числа они должны быть доставлены на избирательные участки. Все избирательные участки должны быть взяты под охрану правоохранительными органами. И участково-избирательная комиссия обеспечит эту готовность для организации голосования 4 марта. Накануне дня голосования любой избиратель еще вправе прийти, уточнить себе сведения в списках избирателей, проверить, если имеется ли он в списках избирателей на том участке, где он зарегистрирован. Он имеет возможность еще 3 марта получить открепительное удостоверение, если он не сможет находиться по уважительной причине в месте своей регистрации по месту жительства. А также избирательные комиссии должны организовать и подготовить, соответственно, помещение для голосования непосредственно к дню голосования. Спасибо. Могли бы Вы рассказать подробнее о наблюдателях? Каков порядок направлений и кто может наделять полномочиями? Да, ну, в преддверии выборах президента Российской Федерации мы видим повышенный интерес, прежде всего, к наблюдателям, к их направлению на избирательные участки. Хотел бы обратить всех внимание, что у нас не любой гражданин и не любая организация в праве направить своих наблюдателей на избирательные участки. Если мы говорим только про отечественных наблюдателей, то наблюдатели на избирательные участки в праве направить зарегистрированные кандидаты на должность президента и также политическая партия, выдвинувшая указанных кандидатов. То есть, фактически, каждый кандидат, которых выдвинули политические партии, таких у нас четыре кандидата, могут направить по двух наблюдателей на избирательные участки. Кроме того, на избирательных участках могут находиться представители средств массовой информации, и это также как печатных, так и электронных. Здесь никаких ограничений нет, но для этого необходимо, соответственно, предъявить удостоверение представителя средств массовой информации, то есть журналиста. Кроме того, на избирательных участках могут быть международные наблюдатели, их около 600 будет в день голосования на территории Российской Федерации, и которые направлены различными международными организациями, с которыми либо имеется соглашение Российской Федерации о возможном наблюдении на соответствующих выборов, либо это наблюдатели по договорам Центральной избирательной комиссии с аналогичными избирательными органами в других государствах. Николай Евгеньевич, а когда должны прибыть международные наблюдатели? Ну, наблюдатели уже некоторые работают почти полтора месяца, так называемые долгосрочные наблюдатели. В настоящий момент аккредитация практически завершена, и они прибывают вот в последние дни, особенно активно стали прибывать, они приезжают сюда и будут участвовать в наблюдении на выборах на всей территории Российской Федерации, потому что, как минимум, и в Калининграде, и во Владивостоке такие наблюдатели уже работают, и с этим мы можем говорить о полном охвате территории Российской Федерации. В связи с тематикой возможных нарушений, которые постоянно поднимаются в последнее время, с каким обращением к избирателям вы могли бы выступить? Я, прежде всего, хотел бы обратиться к избирателям, особенно с учетом того, что практически на каждом избирательном участке, почти на 90 тысяч избирательных участков, которые будут организованы, будет вестись режим видеонаблюдения, из большинства из них будет трансляция идти в интернет, то есть все себя могут увидеть, то есть вас могут увидеть ваши родственники, близкие, знакомые, поэтому нужно себя вести так, чтобы вам потом не было стыдно за свое поведение. На каждом избирательном участке будет висеть соответствующее напоминание о том, что на этом участке ведется видеонаблюдение, но я сразу могу сказать, для всех избирателей это видеонаблюдение организовано таким образом, что оно гарантирует вам тайну волеизъявления, то есть в этой части могу вас заверить, что никаких возможностей для того, чтобы подсмотреть, как вы голосуете, не будет, поэтому все разговоры о том, что там специально ставятся камеры видеонаблюдения, чтобы проследить, как вы голосуете, не соответствует действительности, и это является провокацией в отношении избирательного процесса, который будет 4 марта на избирательном участке. Поэтому приходите, спокойно голосуйте. Я надеюсь, что граждане Российской Федерации активно примут участие в выборах президента Российской Федерации, поэтому я всех приглашаю на избирательные участки и прошу отдать свой голос тому кандидату, которого вы выберете. А где можно будет посмотреть видеотрансляцию с участков? Видеотрансляция с избирательных участков можно посмотреть на специальном сайте Минкомсвязи, вернее, на нем нужно зарегистрироваться. Зарегистрироваться через свою электронную почту, через свои различные аккаунты, которые у вас есть, но это нужно сделать не позднее 3 марта 2012 года. Минсвязь гарантировала, что в течение всего 3 марта возможность регистрации будет работать, а необходимость регистрации необходима в том, чтобы обеспечить надлежащее качество трансляции. Именно, ну, может быть, выбрано. Вы любые можете участки выбрать. Количество выбранных участков не ограничивается, можно на все подписаться. Мы все понимаем, что реально смотреть с 90 тысяч избирательных участков невозможно, даже по 30 секунд невозможно. Это слишком большое время получается, чтобы перелистать это все дело. Поэтому нужно выбрать, конечно, те участки, которые вас интересуют, и можно посмотреть, как идет голосование, и в том числе со стороны понаблюдать, быть, так называем, наблюдателем со стороны, со своего домашнего рабочего места с компьютера, чтобы убедиться, что выборы происходят абсолютно в соответствии с действующим законодательством. А если какие-то наблюдения навели на подозрения, какие действия должны быть у человека? Ну, в данном случае есть несколько возможностей. Если избиратель считает, что его право нарушено, нарушены, грубо нарушены нормы законодательства, он может обратиться с соответствующей жалобой в избирательную комиссию, потребов ее устранения. Если он не уверен, то, конечно, лучше задать вопрос о том, соответствуют эти действия закону, либо не соответствуют, потому что человек может просто-напросто заблуждаться в отношении тех или иных действий, ему может казаться, что это не соответствует закону, а на самом деле это все соответствует. Будет действовать очень много горящих линий. В Центральной избирательной комиссии действует постоянная горящая линия, там же действует одна из общественных горящей линий. Я знаю, что многие общественные организации организуют такие горящие линии, поэтому прежде чем, может быть, писать жалоб, я бы предложил все-таки обратиться и понять, а является ли то нарушение, которое вам показалось, что оно является нарушением, действительно нарушением, или просто вы не в курсе действующего законодательства, и то, что происходит на избирательном участке, этому полностью соответствует. Для наших зрителей я бы хотела пояснить, что на мероприятии присутствуют средства массовой информации, и прежде чем перейти к вопросам пресса, я бы хотела попросить вас пояснить о том, как будут вводиться данные протокола системы газвыбора. На каждом избирательном участке непосредственно голосование у нас начинается в 8 часов, на отдельных участках начинается чуть раньше, потому что это законодательство допускает, но для этого требуется специальное решение комиссии. Но заканчивается везде оно одинаково, в 20.00 местного времени, в 20.00 местного времени. Таким образом, в 21.00 московского времени полностью на территории Российской Федерации закончится голосование на выборах президента Российской Федерации. Сразу по окончании голосования в 20.00 местного времени избирательная комиссия начинает подведение итогов голосования на избирательном участке, приступая к подсчету голосов. При этом подсчет ведется непрерывно до составления протокола участковой избирательной комиссии. После того, как составлен протокол избирательной комиссии, он должен подписан всеми членами избирательной комиссии быть, ставится печать и, соответственно, выдаются копии наблюдателям, всем наблюдателям, представителям средств массовой информации, членам комиссии с правом совещательного голоса, кто это пожелает, и председатель избирательной комиссии с первым экземпляром протокола, а также приложенными обязательными материалами, обязан выехать в территориальную комиссию, где у него этот протокол территориальная комиссия должна принять, и, соответственно, ввести данные в систему ГАЗ-выбора. Причем, как я уже сказал, подведение итогов начинается сразу по окончанию голосования и ведется непрерывно. Но по нормам закона предусмотрено, что уже не позднее, чем 24 часа со дня голосования, с момента его окончания, должны быть введены результаты выборов не только в ГАЗ-выборы, но и в сеть интернет размещены для всеобщего ознакомления. Эти данные можно познакомиться с ними на сайте Центральной избирательной комиссии, и на сайтах избирательных комиссий, соответствующих субъектов Российской Федерации. Спасибо. Итак, уважаемые коллеги, есть ли у вас вопросы? Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Яна Али, Варентовая новость. У меня следующий вопрос. Николай Евгеньевич, скажите, некоторые политические партии предлагают оплачивать труд наблюдателей, их работу. Как вы к этому относитесь? И вообще закон или это? Дело все в том, что труд наблюдателей, если хотят просто таким образом записать норму в закон, я делаю неюжу никаких противоречий, потому что на самом деле и сейчас труд наблюдателей, которых приглашают, их оплачивают. Но если вы пригласили этого наблюдателя, если вы оплачиваете, то вы должны это оплачивать из соответствующего избирательного фонда. Поэтому здесь никаких других мнений быть не может. И раньше всегда это было. Эти труды должны оплачивать, потому что в противном случае это, получается, деньги неизвестно откуда выплачивают. Николай Евгеньевич, скажите, пожалуйста, сколько уже выдано открепительных удостоверений? И известна ли цикл, вот вчерашняя скандальная история с продажей открепительных в Москве? Ну, у нас ситуация такая. Мы собираем сведения по выданным открепительным удостоверениям. У нас четыре отметки. Первая – это по выдаче в территориальных комиссиях, которые за 22 дня выдавались. Потом за 10 дней. То, что мы собирали с участковой, непосредственно с комиссией субъектов, у нас за 10 дней было выдано почти 500 тысяч открепительных удостоверений. Но сейчас эта цифра значительно больше, потому что в последние дни, как правило, идет более такое массовое получение открепительных. Это естественно, потому что люди определяются, куда они уедут. Я сейчас думаю, что количество открепительных выдано уже более миллиона открепительных, наверное, в целом по территориям Российской Федерации. Это видно и из обращения в Центральную избирательную комиссию с просьбой дополнительно выделить открепительные удостоверения. Что же касается случая, который вчера был зафиксирован, ну, естественно, понятно, что он известен. Мы, единственное, запросили информацию правоохранительных органов. Наверное, мы дополнительно получим соответствующие номера открепительных удостоверений. Нужно проверить, кто где. С учетом действующей системы выдачи открепительных, мы достаточно точно можем сказать, где и когда он выдавался и так далее. Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии, кстати, будет рассмотрено два случая опять о признании утраченных открепительными. Если одно было утрачено в Приморском крае, то второй случай более экзотичен. Я могу сказать, мы сейчас будем разбираться. Мне кажется, он неприятен прежде всего, должен быть для представителей средств массовой информации. Потому что по предварительным сведениям из Мурманской области представитель одной из газет, корреспондент, получил два открепительных удостоверения. Мы не знаем пока, то ли он ввел в заблуждение комиссию, соответственно, он получил одно открепительное в территориальной комиссии, а потом в участковой. Скорее всего, в любом случае, это было нарушение участковой комиссии при выдаче. Ну вот, вопрос там, умышленно это сделано, либо при недостаточной организации. Я думаю, мы сейчас фамилию уточним этого человека. Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии я обязательно ее назову. Ну вот, я не понимаю, потому что человек два раза писал заявление. Иначе как? То есть была попытка у него второе заявление, вернее, второе открепительное удостоверение изъять. То есть комиссия к нему обращалась с такой просьбой. Ну вот, он отказался. Ну вот, я сегодня, я говорю, обещаю, надеюсь, мы получим обе копии этих заявлений и, соответственно, обнародуем фамилию этого человека. Проголосовать два раза ему не удастся. Сергей Евгеньевич, а можно еще один вопрос? Вот ваш прогноз на явку. Знаете, я не хотел бы делать... Я понимаю, во-первых, прогноз на явку точно так же запрещен, согласно этому. Поэтому я надеюсь, что она будет бы большой. Спасибо большое. Когда мы говорим об открепительных удостоверениях, речь идет в общей сложности, а в очень небольшом количестве. Ну смотрите, всего мы выпустили 2 миллиона 600 тысяч открепительных удостоверений. По практике, вот в прошлых выборах президента Российской Федерации 4 года назад, выдано было почти 2 миллиона. То есть 2 миллиона избирателей соответствует, это меньше 2% избирателей, которые могут прийти на избирательные участки. Я думаю, цифра будет примерно такая же и в этот раз выдана в открепительных. Я имею в виду, а утрачены? Ну в этот раз у нас явно по сравнению с Госдумой гораздо меньше в утраченных. У нас 10 было в Рязанской области, 4 в Чувашии. И сейчас одно открепительное утрачено именно в Приморском крае. И второй вопрос. У вас нет цифр одосрочных проголосований? Да, значит, у нас предварительно в списке, которые на избирательных участках по лицам, которые должны быть проголосовать досрочно, это либо участок полностью голосует досрочно, либо голосуют отдельные группы избирателей. Вот из 158 тысяч предварительно внесенных в этот список лиц, то есть те, которые должны были голосовать не 4 марта, у нас проголосовало уже 91 тысяча избирателей. Поэтому я надеюсь, что еще несколько дней у нас ведь в этот список попадает и избиратели, находящиеся на кораблях, которые в плавании сейчас. Эти свиньи чуть попозже придут. Они приходят, вот еще все-таки 4 дня голосования. Поэтому я надеюсь, что из тех, кто досрочно, процентов 90 проголосуют на выборах. А могли бы вы еще подробнее рассказать, кто входит в эту категорию? Кто голосует досрочно, это лица избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях. В этой части у нас сами участки, они могут быть гораздо больше там избирателей тех мест, которых отнесены к труднодоступным и отдаленным, но именно досрочно, как правило, голосуют те избиратели или группы избирателей, где невозможно или может стать невозможным голосование в день голосования 4 марта. Это прежде всего у нас оленеводы. Это избиратели, работающие на соответствующих метеостанциях, маяках, пограничных на удаленных заставах. Избиратели, как я уже сказал, работающие на судах, находящихся в плавании. Это часть избирателей за рубежом, где 4 марта рабочий день, где голосование невозможно, день 4 марта в целом, как на территории Российской Федерации, либо где избиратели за рубежом работают достаточно в отдаленных местностях от расположения дипломатических учреждений, где будут организованы избирательные участки. То есть это прежде всего такая категория лиц. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? А пока второй вопрос. А если человек проголосовал предварительно, а как он поможет? Это будет считаться? Значит, в данном случае человек был избирателем, если он проголосовал досрочно, он включен в список, был избиратель, и этот голос был безусловно засчитан. Спасибо. Еще один вопрос. Коллеги, я прошу соблюдать тишину. Благодарю вас. Как проголосовать тем, кто не имеет постоянного места жительства? Могли бы вы такой момент пояснить? Значит, по голосованию на федеральных выборах в каждой территории Российской Федерации будут организованы соответствующие избирательные участки, где смогут проголосовать лица, не имеющие регистрацию по месту жительства. Они должны прийти на соответствующий избирательный участок и написать соответствующее заявление, и получат он избирательный бюллетень. По территории Российской Федерации, как правило, либо создается отдельный участок, но это в административных центрах субъекта, иногда в районных центрах такие лица просто приписываются к одному из избирательных участков, куда они могут прийти и, соответственно, подав заявление, проголосовать. Но такие участки определены соответствующим решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. Тут не нужно ни на кого обижаться. Если у вас регистрации на данный момент нет, а это может быть вызвано и объективными причинами, то есть человек снялся где-то с регистрации по месту жительства в одном субъекте либо в одной территории и не успел зарегистрироваться по постоянному месту жительства в другой территории, то у него, соответственно, в его документе удостоверяющем личность не будет такой отметки о постоянной регистрации. Поэтому он должен прийти на участок, который определен комиссией субъекта, и он сможет там проголосовать. Спасибо. Расскажите, кто может проголосовать на дому и что для этого необходимо? Для голосования на дому у нас прежде всего это лица инвалидов, инвалиды, лица болеющие и лица преклонного возраста. Законодательство в прошлом году было уточнено в этой части. Законодатель более конкретно уточнил количество переносных ящиков, которые могут использоваться для голосования вне помещения. И уточнил о том, что сведения о таких лицах, избирательные комиссии должны собирать в том числе и предварительно на основании сведений, предоставляемыми социальными службами, которые находятся на той либо иной территории. Я в этой части хотел бы сказать, что у нас возникли проблемы, связанные с реализацией этой нормы закона в части обеспечения избирательных прав. Мы очень большое количество получили жалоб от избирателей на то, что к ним не пришли голосовать, то есть не пришли на дом для того, чтобы они смогли проголосовать, хотя они и свои заявки направляли, либо по телефону, потому что законодательство говорит, по телефону, возможно, либо письменные направляли. Поэтому мы очень еще раз обратили внимание избирательные комиссии субъектов прежде всего на безусловное обеспечение этой нормы избирательного права. То есть все лица, которые своевременно подали заявку, обратились в участковую комиссию, территориальную комиссию, и чтобы к ним пришли на дом проголосовать, должны быть обеспечены такой возможностью. А что надо, я уже частично сказал, это нужно либо письменно обратиться в участковую комиссию, либо устно позвонить по телефону, либо передать соответствующие сведения через кого-то из избирателей, которые придут на избирательный участок, через соседей. Когда к вам придет избирательная комиссия, единственное, желательно это сделать до 16 часов местного времени, чтобы была возможность у части членов комиссии, которые обеспечивают голосование вне помещения, прийти к избирателю. Да, 4 марта. Желательно вообще-то позвонить накануне. Кроме того, мы реализовали дополнительный сервис по «Найди себя в списке избирателей», «Найди свой избирательный участок». Там, у кого есть интернет, либо попросить своих знакомых, все-таки у нас уже достаточное число избирателей имеет возможность выхода в интернет, работы, чтобы найти телефон избирательной комиссии участковой, где зарегистрированы избиратели, либо позвонить по телефону. Желательно это сделать заранее, чтобы, ну, скажем так, более гарантированно получить, обеспечить реализацию своего избирательного права. А если в участком, если на участке устаревшая информация, необходимо написать заявление или достаточно телефонного звонка? Нет. Если избиратель проживает на территории этого избирательного участка, этого так называемого округа избирательного, то, несмотря на то, что есть он в списках избирателей, либо нет, от него заявление принять обязаны. Другой вопрос, что если он заболел, а находится на территории иного избирательного участка, здесь возникают сложности, и здесь избиратели тоже должны понять избирательную комиссию, она не сможет включить, если он зарегистрирован по иному месту жительства. Потому что никто, во-первых, не поедет с другого конца города, с другого конца района, если человек оказался непосредственно и болеет дома. Если он оказался в медицинском учреждении, то, как правило, во всех этих медицинских учреждениях, в больницах у нас созданы так называемые участки временные, и там лица включаются в соответствующий список избирателей на основании того, что он находится в этом лечебном учреждении, так называемом, по месту настоящего пребывания. И он будет включен, и тут не нужно переживать. Если же он болеет дома, то желательно заранее побеспокоиться, возможность получить открепительное удостоверение через кого-либо из родственников. Я согласен, что процедура непростая, но она требует... То есть нужно получить обязательно доверенность, нотариальную доверенность. То есть для этого нужно вызвать нотариуса, который придет, оформит этому дому доверенность, и тогда кто-то из родственников может получить открепительное удостоверение. То есть она непростая процедура, я согласен, но, к сожалению, достаточно много нареканий по работе с открепительными удостоверениями, и президент носил поправки в закон именно в этой части. Поэтому я полагаю, что кто желает, вот сейчас находится дома, болеет, вне своего округа, то есть вне своего избирательного участка, то он должен заранее позаботиться о получении открепительного. Ну а те, кто будет находиться в пути? Те, кто будет находиться в пути, законодатель реализовал такое право. У нас большое количество избирательных участков образовано практически во всех аэропортах страны, на всех крупных станциях железнодорожных вокзалов, откуда следуют поезда, через которые проходят междугородние поезда. Везде будут образованы и работать соответствующие избирательные участки. И для этого единственное нужно взять открепительное удостоверение. То есть те, кто в пути, могут проголосовать только по открепительному. Но, как правило, граждане знают, что они будут находиться в пути. Я как сказал, до 3-го числа включительно можно получить открепительное удостоверение на своем участке. Спасибо. Коллеги, да. Николай Андреевич, на секрет, что в ретро-пультические силы в настоящее время вызывают голосовать. Вот протест на против всех перечеркивают бюллетени. А такой кайфный вопрос. Если речь идет, допустим, о кэгах и кайфах, могут ли намеренно избиратели осуществить свои голосования? Ну, если то, что есть бумага, так называемый бумажный бюллетень, с ним делать можно все возможно, что угодно. То есть, если там будет отметка более чем в одном квадратике, либо ни одной отметки не будет, либо он будет перечеркнут, то этот бюллетень пойдет просто-напросто, будет признан КАИБом недействительным бюллетенем. Если же, что же касается комплекса электронного голосования, то испортить электронный бюллетень невозможно. Ну вот, то есть, машина и программа этого не позволяет. То есть, ты можешь проголосовать, условно говоря, либо за кого-то, либо ты получил, и голосование подошел к комплексу, и в результате не завершил голосование. Такая возможность на комплексе предусмотрена, чтобы человек не завершил. Но в этом случае, по решению комиссии, если избиратель взял, активировал с помощью карточки электронный избирательный бюллетень, но голосование не завершил, то в этом случае есть функция решением комиссии. Они голосуют сразу, и председатель комиссии осуществляет так называемую, эту процедуру завершения голосования, этот бюллетень тоже пойдет в бюллетене, по которому голосование не осуществлялось. То есть, фактически вне действительное. Спасибо. Николай Евгеньевич, а где будете голосовать вы? Ну, я буду голосовать на одном из участков в Москве, еще не знаю, потому что я зарегистрирован в Санкт-Петербурге, и я вот в воскресенье съездил домой на выходной день, и сходил на избирательный участок, и получил открепительное удостоверение. Ну, а для наших зрителей я напомню, что пресс-центр из Дальского дома «Аргументы и факты» проводит серию мероприятий совместно с Центральной избирательной комиссией. Сегодня ожидается еще, как минимум, два прямых эфира в рамках темы «Все о выборах. Марафон АИФ». Ну, и Николай Евгеньевич, хотел бы попросить вас выступить с традиционным обращением, с пожеланием, аргументом и фактом. Да. И читателям АИФ. Ну, прежде всего, я хотел бы еще раз обратиться ко всем избирателям, прийти на избирательный участок вместе со всей семьей и проголосовать за одного из кандидатов президента Российской Федерации, чтобы чувствовать себя причастным к управлению государством. Это функция, которая предоставляет Конституция, поучаствовать в управлении государством через своего кандидата, через выбранного президента Российской Федерации. Читателям непосредственно аргументов и фактов я бы предложил им внимательно еще раз изучить все материалы. Достаточно подробно газета освещает эту избирательную кампанию, да и другие средства массовой информации очень подробную. Уж чего-чего в этот раз, по-моему, недостатка в информации ни о кандидатах, ни о процедурах, наверное, никто не испытывает. Мы хотим 3-го числа отдохнуть от агитационных моментов, связанных с избирательной кампанией. И в течение дня мы все, вся избирательная система ждет каждого избирателя на избирательном участке. И надеемся, что ваше пребывание будет на этом избирательном участке. Без проблем сможете быстро реализовать свое избирательное право. А я напомню, что это было мероприятие с секретарием ЦИК России Николаем Евгеньевичем Конкиным. Я благодарю вас за участие. Следите за нашими анонсами. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok